Это медицина на шестом. Мы будем рассказывать о том, как стать здоровее и счастливее. Эфиры этого месяца мы посвятим мужскому здоровью. Сегодняшняя тема – урологические заболевания. А также обсудим проблемы, о которых мужчины стесняются рассказывать. Как утверждают ВОЗ, представители сильного пола реже обращаются за медицинской помощью. В том числе и по неудобным интимным вопросам. А ведь по статистике один из десяти мужчин в возрасте от 21 до 60 лет страдает от импотенции. И совсем не обязательно, что он из старшей возрастной группы. Есть и другая проблема, о которой мужчины не говорят. Это бесплодие. В России до 18% пар не могут иметь детей. При этом в четырех случаях из десяти причина бездетности прячется в мужском организме. Сегодня у нас в студии врач уролог-андролог 5-й больницы города Владимира Артём Елизаров. Здравствуйте. Артём, здравствуйте. Итак, давайте сначала разъясним, что всё-таки у мужчин лечит уролог, а что лечит андролог. Ну, урология – это классика. То есть это воспалительное заболевание мочеводелительной системы и мужской половой. В то время как андрология занимается больше репродукцией, то есть бесплодными браками. Либо же также воспалительными заболеваниями, хроническими заболеваниями, которые могут привести к бесплодию в перспективе. Либо то, что нуждается в коррекции хирургической. Ну вот вы врач-уролог-андролог. То есть получается, что вы решаете и те, и другие вопросы. Так. Посмотрите, бытует мнение, что урологические заболевания и проблемы в половой сфере у мужчин возникают, когда близится пенсия. Так ли это? Да, есть такие наблюдения. Естественно, у меня в основном возрастные пациенты. То есть это люди с аденомой, то есть увеличением предстательной железы, хроническим простатитом. Но в последнее время, в принципе, все заболевания молодеют. То есть хронический простатит, если ранее он встречался по статистике старше 35-40 лет. Вот. То есть сейчас и 20-летние ребята ко мне приходят, я диагностировал у них простатит, когда провожу ультразвуковые исследования. Какие урологические патологии возникают у молодых ребят, у мужчин среднего возраста и мужчин старше возрастной группы? Вот давайте прям разделим на несколько групп и посмотрим. Ну, молодые ребята, например, да, они ко мне приходят, бывает, они также впервые диагностируют патологии, которые ранее. Не обращались к врачу, например, пропустили что-то пациента, то есть не обратились к детскому урологу, андрологу. То есть мы сейчас о подростках говорим? Это какая возрастная группа? До 25-ти где-то, да? Я имею право увести пациентов с 18-ти лет, да, до 25-ти. До 25-ти где-то так, да? То есть здесь врождённые патологии какие-то, то есть небольшая водянка, бывает то, что варикоцеля, к примеру, впервые также выявили, не знаю, что это такое. А разъясните, что это? Варикозное расширение вент семенного канатика. Это негативно может сказаться на зачатии плода, в перспективе может вызвать атрофию яичка и дефицит выработки тестостерона. Второе яичко, оно, конечно, выполняет функцию того, который страдает, вот, но тестостерон всё равно ниже, нежели было бы, если бы оба яичка были здоровы. Ещё заболевания у молодых какие? Ну, частенько бывают уротриты, фимозы порой встречаются. Это из-за травмы крайней плоти. Многие считают, что фимозы – это всё-таки детское заболевание. Нет? Ну, нет, не совсем. Если, например, была травма у человека, и он с трудом выводит головку плавучлена, то имеет смысл обратиться к урологу. И тут, ну, в основном здесь хирургическая тактика. То есть обрезание. Итак, средний возраст – это вот возьмём от 25 до сколько? До 40 или чуть постарше? Ну, до 40. До 40. Так. Какие проблемы у них возникают? Здесь в основном это простатиты и уротриты. И потенция? Ну, это бывает. Ну, знаете, вот в молодом возрасте в основном это, ну, либо бывает там с гормонами, например, проблемы, да, воспалительные какие-то изменения, там, яички, придатки, вот, простата. Это бывает также, что это и психологический момент. То есть, например, мы проводим диагностику полную, вот, и всё в норме. Но у человека, например, несостоятельная эрекция. Вот, тут уже нужно подключать препараты, антидепрессанты, чтобы он мог расслабиться. Молодые ребята тяжело переносят осечки. То есть, ну, бывает такое, что эмоционально напряжённый человек вступает в плавоконтакт, у него это не получается, получается не до конца, например, либо же не очень состоятельно, по его мнению. Вот. И это всё накапливается, эта болезнь переносится, и в перспективе из-за этих переживаний могут быть нарушения потенции. Я так понимаю, что это временно, и в молодом возрасте, если вовремя обратиться, это всё можно устранить, разрешить эту проблему. Хорошо. Хорошо. Те, кто уже старше. Вот, претензионный возраст и далее. Ну, здесь уже хороший такой набор заболеваний. Ну, больше, да, конечно, спектр-то побольше. Кто-то вообще не обращается к урлугу десятилетиями, как бы потом приходит. Здесь, опять же, диагностика необходима комплексная, то есть и лабораторные методы исследования, ультразвуковые. Вот. Смотрим гормональный фон, потому что тестостерон после 30 лет, он идёт на спад. Так. Вот. Смотрим. Также гормоны гипофиза, порой пролактинома, например, у пациентов встречается нечасто, но бывает. То есть выработка пролактина повышенная, она снижает, то есть она подавляет выработку тестостерона. Либидо у человека падает, и он думает, да что ж такое, то есть ничего не получается, и уже не так ярко, как было ранее. Давайте поговорим с вами о таком заболевании, как простатит, причины, почему это заболевание возникает, в том числе и у молодёжи. Ну, великое множество бывает видов простатитов, то есть причин бывает, к примеру, ну, зачастую это бактериальные простатиты, то есть человек, например, подхватил где-то инфекцию на фоне переохлаждения, ослабления иммунитета общего, титр, бактерии начинают увеличиваться, и это вызывает воспалительный процесс. Вот, пореже встречается простатит застойный, конгестивный, это из-за того, что человек не вступает в половый контакт. Некоторые мужчины воздерживаются от половых контактов, вот, это в силу религиозных, как правило, настроений, как бы психологические моменты, то, что они считают, вот этот половый контакт, как бы чем-то непристойным, чем-то немножко неестественным, что ли, если не по любви. Вот, и также они суррогат, как бы полового контакта, мастурбация. Вот, то есть они и этим не занимаются, в связи с этим секрет предстательной железы остается в адсенусах, в освобождении происходит, он разлагается постепенно, и возникает воспаление. По поводу воздержания, понятно, да, причина у всех, у всех свои, у мужчин, а как долго нельзя воздерживаться? Давайте тогда так, разные ситуации в жизни бывают. Да, это цифра относительно, вот, но я, по разным, как бы, данным, которые читал, ну, до недели, то есть дальше уже нездоровье, это уже очень плохо, хотя бы раз в неделю, ну, лучше два в неделю этим делом заниматься. Осложнения какие могут возникнуть, если вовремя не обратиться вот с такими проблемами, с простатитом? Он переходит в хроническую форму. Далее у пациента наблюдаются проблемы, также вот, и с эрекцией, боли, хронические тазовые боли. Проблемы могут быть и с зачатием плода. Ну, простатит, это, в принципе, второе сердце мужчины. То есть, например, если с ним проблемы наблюдаются, то у мужчины тонус ниже, активность уже никакая. Если хронической простатитом не заниматься, есть наблюдение. Но, к сожалению, что это ведет к злокачественным образованиям предстательной железы. Эректильная вот дисфункция, или мы по-другому называем импотенция, да, вы уже сказали о том, что она может, в принципе, возникать и у молодых людей, да? А здесь какие могут быть причины, кроме эмоционального состояния? Кроме эмоционального, бывает патология строения сосудов. То есть, например, венозный отток слишком хороший, и хорошая эрекция, в принципе, у человека не получается. Тут необходимо диагностировать, обращаться уже, ну, сначала в поликлинику, естественно, к своему урологу по месту жительства, либо же частная клиника. Вот. И далее эта патология уже более углубленно обследуется в стационаре. Вот мужчины, они идут к вам с этими проблемами? Я имею в виду с тем же простатитом, с импотенцией? Или все-таки они тянут до последнего, и они стесняются об этом говорить? Кто-то приходит по первому тревожному звонку, по его мнению. Вот. Хотя, например, тревожиться там абсолютно не стоит, да? Вот. Ну, бывает, что стоит. Вот. А бывает годами, как я говорил. Здесь еще добрая роль, как бы, для мужчины играет его супруга, к примеру. Вот. Либо девушка. Она, например, заметила то, что он жалуется, может быть, сама что-то отметила для себя, и уже его подталкивают к тому, что ему пришел к урологу. Вот. Сами мужчины, они склонны к тому, чтобы посидеть дома, подождать, а может быть, само пройдет. И вот так годами сидим, потом приходим и получаем то, что имеем. Еще в 19 веке американские ученые установили взаимосвязь мужского долголетия и семейного положения. Так вот. Мужчины, которые находятся в браке, они где-то на 7-9 лет живут дольше холостяков. Вот мы спросили у владимирцев, что они думают по этому поводу. Дольше. Да почему мужишь? Потому что женщина, это, как она, цветочек прекрасный, которому все, в общем, хорошее, не знаю еще. Конечно, которые в браке, и у которых жена живет тоже с ним, они дольше живут. А почему? Заботы. Женщина забота. У нее все же как и не говорить, и как она не ругает иногда. Как она что-то не говорит тебе. Но она думает о тебе и заботится о тебе. Я знаю одного дяденьку, и ему 93. Вот в этом году в феврале исполнилось. Вот он живет один с 56 лет. Сам стирает. У него даже стиральной машинки нет. Прям в ванной, бельезами замачивает и стирает. Готовит и прочее. Вот, 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 вот. Брак влияет на вашу жизнь положительно или нет? Это темная, темная, темная история. Да нет, нет, нет. Конечно, с женщинами, без женщин нельзя, что с ними лучше. Да, да, с ними лучше. Поздравляю их вот с наступающим победителем. Без них нельзя. Без них вообще бы не стали жить. Пьют меньше. Здоровый образ жизни ведут. Это женатые пьют меньше? Нет. Нет. А, да, женатые, женатые. Здоровый образ жизни ведут. А что мешает не женатым вести здоровый образ жизни и пить? И не пить? Ну, знаете, в поисках, может быть, второй половинки. Там компании разные и прочее, прочее, прочее. Вы вот своей супруге за что благодарны? Ну, благодарен за все. За все благодарен. Она у меня самая лучшая. По поводу долголетия, к примеру, да? Да. Но если люди в браке, то есть отношения у них давно урегулировались. Все складно. То есть у каждого свои обязанности. Дай бог, все хорошо. И живут не как соседи. Ну, да, это естественно. Я это имел в виду. Вот. Тогда у них все хорошо. И действительно, по статистике, продолжительность жизни у таких пациентов на порядок выше, нежели у людей, которые находятся в небрачных отношениях, то есть без брака, одиночки. Если вы находитесь в отношениях, вы в браке, интимная жизнь на порядок лучше, качественней, нежели, например, отношения на месяц, на два. Ну, то есть увиделись, постречались. Это не то. Это неправильное качество, не то. Это как быстрый, я не знаю, перекус и эмоции не те. Вы не успели друг друга почувствовать и уже разбегаете. Это какая-то ерунда. Нет. Качество интимной жизни людей в браке на порядок выше, лучше. А многообразие, скажем так? Ну, излишнее многообразие. Это же негативно сказывается на мужском здоровье половом. Каким образом? Тут есть риск подхватить что-нибудь интересное, какую-нибудь инфекцию. Но тогда это мой клиент. Реоплазма, хламидия, гонорея, что угодно. Какова профилактика импотенции? Да, давайте мы напомним, что все-таки она может прийти и после 35, правильно я понимаю? Или даже раньше? Порой нечасто, но бывает и раньше. Но здесь, в основном, как говорил, психологический момент. Ну да ладно. Профилактика импотенции? Это активный образ жизни, занятия спортом, здоровое питание, здоровый сон, здоровые отношения. И регулярный секс. Вот смотрите, у нас во всем есть какие-то нормы. Артериальное давление есть норма. Уровень сахара в крови есть норма. Половой акт по продолжительности нормы – это сколько? Тут, на самом деле, все индивидуально. Зависит от самого мужчины, от женщины, сколько ей нужно. То есть партнеры, они порой подстраиваются друг к другу. Если, например, упустить этот момент, в среднем продолжительность полового акта составлять на около трех минут. Так немного. Ну то есть, если это, например, менее трех-двух минут, это уже, да, это патология. Тоже ваш пациент? Да, это мой пациент. То есть ко мне необходимо будет обратиться и выявить причину, почему. Зачастую это из-за большого количества рецепторов на половом члене, на головке, в области уздечки. И здесь мы подбираем терапию, уже подходящую этому пациенту. Может быть здесь, например, инъекция, чтобы притупить чувствительность. Может быть это, в принципе, просто можно выписать с маски, с анестезией. Либо же бывает до того, что пациентам необходимо сделать обрезание. Какие советы можете дать женщинам? Насколько я поняла, что иногда женщина инициирует приход мужчины к врачу. С женщинам? Да, это важно. Но чтобы, действительно, мы же как бы за вами смотрим, заботимся о вас. Какие советы можете дать женщинам? Из-за этого никуда. Женщинам, следить за своими мужчинами. То есть если они несколько раз, ну пару, тройку, я не знаю, один раз, это не всегда что-то значит. Но если участились жалобы, если человек сомневается, то ему все же лучше обратиться к урологу. Боли, проблемы с мочеиспусканием, дискомфорт, выделение, ну что угодно, например. Например, качество полового контакта. Может быть, ощущения у них недостаточно яркие. Это же тоже, кстати, может быть признаком патологии. А недостаточно яркие у кого? У женщины или у мужчины? Или у обоих? Ну если женщина, например, женщина, может, пожалуйста, мужчина. Мы сейчас рассматриваем мужчин. Вот, если, например, он сказал, что, ну вот был у нас контакт, как бы не обижайся, конечно, но было не очень ярко. Вот здесь необходимо, ну, может быть, по настроению, например, да, он не поел, не поспал, да, да, он такой злой, да, он не ярко, еще, вот, испадел. Так вот, нет, если это продолжается, то необходимо проверить гормональный фон прежде всего. А потом уже органику. То есть это ультразвук, анализ дополнительный, секрет представительной железы, если требуется, ну так далее. А если женщина считает, что недостаточно ярко, это ей нужно идти к врачу? Или ей нужно сказать об этом мужчине и отправить мужчину к врачу? Вот здесь как? Давайте расскажем, чтобы люди понимали, к кому идти. Ну, чтобы не было такого, там, как бы куча пациентов побежала там обращаться по всякой ерунде, вот, все-таки последить. То есть день, там, например, да, вот было не очень ярко, второй. Если эта система, да, вот, и человек действительно это беспокоит, то и необходимо обратиться к гинекологу, и уже он проводит диагностику. Нужна ли мастурбация? То есть насколько это правильно, насколько она нужна организму? Может быть, вообще стоит от этого отказаться? Вот мнение врача хочется услышать. Многие считают, что это неправильно, этого быть не должно. А вот урологи приветствуют это всячески, пропагандируют. На самом деле необходимо, потому что застойный процесс, они же не загораем. Если человек, например, нет у партнера, и при этом еще и он не мастурбирует, то, пожалуйста, получите простатит. Мастурбация, вот, за неимением секса хоть что-то, это жалкий суррогат, жалкий заменитель, но хотя бы это, это очень полезно. Лучше с этим, чем без этого. Ну, это 100%. Давайте обсудим с вами бесплодие. Вот, что привозит к бесплодию? Может, какие-то вредные привычки, образ жизни? О, да. Если человек курит, выпивает. Много-мало? Все почти курят, почти все выпивают. Систематически. Если даже разово, это сразу же сказывается на качестве спермы. Как именно? Поподробнее. Количество патологии. То есть, патологический форм сперматозоидов больше. По Крюгеру, например, не дотягивает и до 3%, при норме 4% здоровых сперматозоидов. С этим зачать ребенка, к тому же здорового, очень сложно. То есть, конечно, вот эти вот интоксикации необходимо убирать. Ничего хорошего, потому что от этого не получается. Ну, по своему опыту даже, вот я обратил внимание, может быть, это не совсем правильно говорить, как бы, да. Но вот люди, которые соблюдают, в принципе, здоровый образ жизни, не употребляют. Стараются спать сколько нужно, хотя бы 8 часов в день. Нормально питаются. Сейчас не часто это встречается, потому что работа и так далее. Но все-таки, вот, качество экулята у таких мужчин на порядок лучше, нежели качество экулята у мужчин, которые... Качество сперматозоидов вы имеете в виду? Да, спермы. Есть также еще вот эти вот вейпы новомодные. Да, да, да. Это то, на что как раз приходят, чтобы не курить сигареты. Для того, чтобы изучить вот этот вопрос, то есть, насколько негативно... Это негативно сказывается. То есть, вот, среди своих, общаясь с людьми, мы знаем об этом. Как часто проблему бесплодия можно решить? Вот если, опять же, в праздновательном соотношении. Вот смотрите, бывает мужской фактор, бывает женский фактор. Они примерно пополам. То есть, 50 на 50. Вот. Бывает смешанный фактор. То есть, и мужчина, и женщина имеют факторы, которые препятствуют нормальному зачатию плода. Естественным путем, да? Да. Через год, если не получается, естественным путем зачать плод, то необходимо обратиться к андрологу. Это уже не норма. Вот. В каком проценте, вы сказали, да? Ну, то есть, как часто, например, получается естественным путем зачать плод у пар, у которых имеется мужской фактор бесплодия? Да. Например, да? Вот. Большинство. То есть, те люди, которые к нам обращаются, большая часть из них, естественно, все-таки у них получается. Артем Андреевич, большое спасибо, что к нам пришли. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был врач-уролог-андролог 5-й больницы города Владимира Артем Елизаров. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»